МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 27 марта 1330 года, в Костроме был возникнут Ипатьевский монастырь. В нем получил благословение на царство первой из династии Романовых государь Михаил Федорович. 27 марта 1854 года началась Крымская война. Страны Англии и Франции объявили войну России. 27 марта родились Мстислав Ростропович, всемирно известный велончелист. Аркадий Аверченко, писатель сатири. 27 марта 1744 года родился Алексей Мусин-Пушкин, известный собиратель древности, открывший Ниру слово о полку Игореве. Граф Мусин-Пушкин был заметной фигурой в Петербурге 18 века. Начинал он карьеру как адъютант первых лиц. А в последние годы царства в Екатерине Великой это был уже оберпрокурор Святейшего Синода. Есть основания полагать, что знание обширного хозяйства церкви им очень помогло в его увлечении. Увлечении старинной. Коллекции графа пополнялись старинными монетами, наградами, книгами и художественными полотнами, среди которых были подлинники величайших живописцев Рубенса, Рафаэля, Леонардо да Винчи, русских художников Рокотова и Боровицкого. Немаловажную роль в коллекционировании Мусина-Пушкина сыграла Екатерина Великая. Она лично подарила любителю древности несколько старинных рукописей и книг. А историк Василий Ключевский позже так отозвался об увлечении Мусина-Пушкина. Цель его деятельности была не просто научная, а нравственно-патриотическая. Все, по-видимому, началось в 1791 году, когда на торги было выставлено множество старинных книг и рукописей, принадлежавших чиновнику эпохи Петра I Петру Крекшину. Крекшин был одним из первых, кто начал собирать памятники старинные книги и летописи прошлых веков. Мусин-Пушкин скупил все, что было. Несколько лет спустя у обер-прокурора насчитывалось уже около 1725 манускриптов. Однако главной жемчужиной коллекции стало «Слово о полку Игореве». Это древнейшее произведение Мусин-Пушкин не только выкупил, но и опубликовал. А это уже произвело просто фурор. Вот как об этом отозвался историк и писатель Николай Карамзин. Года два назад в наших архивах обнаружили фрагмент поэмы, озаглавленный «Слово о полку Игореве», которую можно поставить рядом с лучшими местами из Осиана, и которую сложил в XII веке безымянный певец. До того никто и помыслить не мог, что наши далекие предки могли создавать такие сложные художественные произведения. С таким богатым образным языком, сюжетом. Скажем, между прочим, всем известная фраза «Растекаться мыслью по древу» пошла в народ именно из древней поэмы. Слово нашло отражение в работах многих творческих личностей. Переводами рукописи на современный язык занимались поэты Василий Жуковский и Аполлон Майков. Говорят, Пушкин знал поэму от начала и до конца наизусть. А на создание эскизов и картин ей вдохновлялись многие художники, среди которых был Виктор Васнецов и график Владимир Фаворский. «Благодаря чуткому вживанию в текст слова вам удалось создать поразительный синтез поэтической легенды и исторического документа», – писал в письме к Фаворскому писатель Константин Федин. А вот слова советского графика Дмитрия Бисти, который считал слово полку Игореве шедевром русской литературы. «Там точно выявлен взгляд рене русского человека на события. А они события для него все время сосуществуют с явлением природы. Солнце, небо, птицы, звери – не просто фон. Одно из главных действующих лиц произведения, одна из составляющих в системе мировоззрения. И еще одно – панорамное зрение автора, которое может охватить все пространство Земли в целом, не расчленяя человека и окружающий мир. Ярославна плачет, а голос ее слышен везде». Композитор Александр Бородин, именно благодаря памятнику русской литературы, получил мировую известность, сотворив одно из лучших своих произведений – оперу «Князь Игорь», над которой трудился на протяжении 18 лет. Однако, несмотря на гигантскую историческую значимость древней рукописи, донести реликвию до потомков Мусину Пушкину не удалось. От пожара во время оккупации французов в 1812 году сгорел не только весь центр Москвы, но и бесценная коллекция, хранившаяся во дворце графа, а вместе с нею и рукопись «Слово о полку Игореве». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова